Здравствуйте! Это программа «Город Асс» и я Елена Чернявская. Профессия – хормейстер. По сути, это дирижер, который вместе с музыкантами и вокалистами репетирует и разучивает партии. А вот корни этой профессии можно найти еще в Древней Греции. Именно тогда и появилось хоровое пение во время спектаклей. Вместе с ними и развивались и новые творческие профессии. Вот такой народный хор сопровождал дирижер, который рассказывал зрителям о том, что будет проходить в определенном акте. Он – флагман команды, задающий направление, регулирующий ход исполнения композиции. Этот человек всегда знает, каким будет его следующий взмах его руки. В гости студии сегодня главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Владимирович Пожидаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, этот сезон будет для театра юбилейный. Расскажите, пожалуйста, что вы запланировали, чем вы планируете удивить самарских зрителей, ну и, конечно, в каких новых программах можно будет услышать хор в новом сезоне? Да. Во-первых, я хотел бы сказать, что до недавнего времени весь коллектив театра пребывал в состоянии мучительного ожидания начала репетиционного процесса и долгожданной встречи с нашим зрителем. Но если для зрителя театр откроет свои двери в сентябре, что мы очень надеемся и, можно сказать, уверены, то к репетиционному процессу мы уже наконец-таки приступили, чему мы очень рады. Естественно, соблюдая все карантинные меры, работаем небольшими группами, небольшими составами в помещениях, которые позволяют нам соблюдать необходимую дистанцию. Да, вы правы. Ни для кого не секрет, что нынешний сезон для Самарского театра оперы и балета юбилейный. В июне 2021 года театру исполнится 90 лет со дня его основания. Исполнилось уже, наверное, да? 1 июня 2021 года. А, 2021 года, в следующем году. Да, исполняется 90 лет со дня открытия, со дня основания театра. И, естественно, мы готовим подарок городу. Это будет крупномасштабная, серьезная постановка премьеры оперы Михаила Ивановича Глинки, Руслана Людмила, в постановке Юрия Александрова. Потрясающе. Обязательно мы все-таки, нам удастся, мы покажем долгожданную премьеру спектакля, работа над которым велась в коллективе до последнего момента. Но, к сожалению, в связи с пандемией в указанные сроки, в оговоренные сроки этот спектакль показать не удалось. Речь идет об опере «Верди», «Бал Маскарад» в постановке Филиппа Розенкова. Что касается ближайших планов, это участие нашего коллектива в фестивале музыкальных театров в России «Видеть музыку», в рамках которого на новой сцене Большого театра мы покажем оперу Прокофьева «Три апельсина». Также, что нужно сказать, ну вот театр, смотрите, театр не забывает и о нашем юном зрителе для детской аудитории. Мы готовим премьеру оперы Сергея Баневича «История Каи Герды». Да, вот, пожалуй. Ну, это, наверное, что касается новинок. Ну, а тот текущий репертуар, который был в театре, он будет идти? Обязательно. Да? Ну, напомните, наверное, вот на какие вещи все-таки обязательно стоит прийти, посмотреть как взрослым, так и юным зрителям. Ну, мне кажется, визитная карточка театра «Аида». Да, мне кажется, обязательно надо сходить. Это, кстати, постановка Юрия Александрова тоже. Поэтому у нас масса интересных спектаклей. Я могу перечислять бесконечно. Евгений Онегин «Почему нет?» – прекрасный спектакль. Да, «Аида» я уже сказал, конечно. «Травиата» – прекрасный спектакль. Я могу так перечислять бесконечно. Какой ваш любимый в театре спектакль? Любимый, пожалуй, наверное, «Три Аплесина». Да. Прокофьев – это мой любимый композитор. Тем более, что это моя первая работа в этом театре, я очень ей горжусь. Да. Не могу сказать, что я совершенно доволен. Нам есть все к чему стремиться, мы будем работать, но это интересная музыка. И тоже рекомендую нашему зрителю обязательно прийти послушать. Ну, хорошо, продолжим. Вот как раз к вопросу о стандартах. Скажите, пожалуйста, вы формируете все-таки хор для спектаклей или коллектив, способные на самостоятельные творческие проекты? Естественно. Естественно, коллектив должен выступать как самостоятельная единица. И это одна из наших основных задач и целей – показать коллектив, что называется, лицом. Для этого мы готовим ряд концертных, сольных концертных программ, как в жанре акапелла, так и с сопровождением. Ну, вот, например, сейчас мы приступили к изучению программы под названием «Авы Мария». Да, мы представим здесь «Авы Мария» композиторов разных стилей, разных эпох, написанных в разных жанрах для разных составов исполнителей. Или, например, следующая программа под названием «Мороз и солнце», с которой оперный хор театра примет участие в концерте с одноименным названием, который будет проходить на малой сцене театра, где участники концерта, а это не только хор, но и солисты театра, представят слушателю произведения с зимней тематикой. Так. Ну, естественно, планов их очень много, и я уверен, что мы очень этого хотим, показывать наши концерты, да, не только на базовых площадках. Да, вот как раз часто ли выступает, помимо нашей родной сцены, коллектив часто ли странирует? Пока не часто. Это понятно, что в связи с определенной ситуацией, но все-таки как было и какие планы? Вот, хотелось бы, чтобы чаще. Да. Да, для этого мы, еще раз повторюсь, хотели бы выступать не только на базовых площадках города, но и на выезде. То есть мы вот эти программы, которые перечислил, и не менее интересные там иные программы, да, мы хотели бы, мы готовим для того, чтобы радовать слушателей не только в Самаре, но и на концертных площадках Самарской области. Области, разумеется. Да, да. Хорошо. Максим Владимирович, расскажите, как вы выбираете репертуар? Лично доверяете вкусу своему, либо все-таки прислушиваетесь к мнению коллектива? Как вообще это происходит? Вот давайте заглянем немножечко за кулисы театра, расскажите. Ну, это тайна, покрытая мраком. Но тем не менее. Нет, конечно, репертуарной политикой занимаюсь в основном я. Да, я могу что-то согласовывать с художественным руководством театра, если это касается каких-то сочинений, да, сопровождением оркестра. Или же, если это какие-то долгосрочные планы, тоже я согласовываю с художественным руководством. Но что касается наших программ, непосредственно хоровых, конечно, я опираюсь, в первую очередь, на свой вкус, на свои взгляды. И здесь в этом смысле мне артисты хора вряд ли чем-то смогут помочь. Но мне кажется, я примерно знаю, примерно понимаю, в чем заключается недостаток, да, поэтому... Но смотрите, ведь я не зацикливаюсь на чем-то одном, например, только духовная музыка или только академическая музыка, да. То есть я надеюсь, что это будет духовная музыка. Вот, например, Ау-Мария, да, это вроде бы духовная музыка, но... Как бы и не совсем, да, да, это все-таки... Ну, например, Ау-Мария мы не сможем спеть в православном храме, но, например, в костеле или в кирхе, например, спеть могли бы. Скажем, есть масса интересных классических сочинений, свиридов, будь то, да, или там Шабалин, или масса других композиторов, которых можно тоже прекрасно донести до слушателей, да, и это будет иметь хороший отклик. Поэтому я как бы кластерами мыслю, да, не в одном каком-то направлении, а зацепить сразу несколько стилей, несколько эпох, несколько жанров, да, чтобы это были и хоры с сопровождением, и акапелла, и однородные хоры мужской, женские, и солистами, и скрипка, и органы, и, в общем, таким вот. Поэтому, мне кажется, что пока направление мы выбрали верное. Вам нравится работать с самарским хором? Вы любите свою работу? Я свою работу обожаю. И даже я называю это не работой, а служением. Да, конечно, конечно. Понимаете, я не работаю в театре, я служу. В театре служат, да. Служу театру, служу своей профессией, я очень доволен коллективом, коллектив безумно интересный, очень разно, в хорошем смысле разношерстный, а оперный хор должен быть таким. Конечно. Потому что причесывать их под одну гребеночку неинтересно, да, тогда на сцене он себя не будет выявлять как полноценный коллектив. Но что нужно отметить, в первую очередь, коллектив, знаете, такой коллектив единомышленников, вот то, что сейчас я вижу. Да, это очень важно. Да, это коллектив соратников моих, коллектив художников, которые хотят творить, которые не представляют своей жизни без хора, в основной своей массе. И самое главное, что они хотят учиться, хотят развиваться, они довольно мобильны. Ну, я могу расхваливать его долго, я доволен. Ну, я так думаю, что им слышать это очень приятно. Да, вот как сказал классик, найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни дня. Поэтому здесь вот у вас, наверное, попадание в самую точку, да? Да. Хорошо. Вот в прошедшем сезоне очень вам удалось реализовать такой достаточно яркий проект. «Кармина Бурана», премьера состоялась в феврале. Расскажите, пожалуйста, вот как шла работа над постановкой, почему было именно выбрано это произведение? Вот предысторию бы хотелось услышать. Да, вы правы. «Кармина Бурана», она не уходит из нашего репертуара. Мы продолжаем показ этого спектакля. Также на малой сцене напомню, что мы представляем эту кантату в довольно редко исполняемом переложении для хора солистов двух фортепиано и ударных. Отказ от оркестра был не случайен. Во-первых, мы хотели на первый план вывести хор и показать этот спектакль как нашу самостоятельную работу. Но, во-вторых, отказ от оркестра был связан с тем, что мы хотели облегчить этот спектакль, сделать более мобильным, чтобы иметь возможность, опять же, возвращаясь к нашему разговору, гастролировать, выезжать на какие-то другие площадки. Не только города, но и области, скажем так. Почему возникла такая идея? Ну, потому что, во-первых, это очень яркая музыка, известная музыка, и она как-то полюбилась зрителю уже давно. Это, в общем-то, не секрет. Вот. Почему? Как вообще шла работа над этой постановкой? Сложно ли было? И на премьере оправдались ли, вот скажем, ваши ожидания? Ожидания? Результат превзошел все ожидания, так скажем. Да, я не ожидал, что будет такой отклик у зрителя. Нет, я понимал, что в результате у нас получается что-то необычное, что-то интересное и довольно качественное, но что настолько не предполагал. Работа была трудной, потому что мы же привлекали еще, как бы, нам нужны были актеры, которые будут выполнять функцию вот такой, скажем, просцениума. Да, то есть у нас есть видеоряд, да, определенная видеопроекция. У нас есть, естественно, оркестр, да, скажем, фортепиано, хор, который исполняет. Это сочинение солисты, но и актеры, которые... На которых было поставлено действие, да, но актеры не просто без диалогов, без речи, без пения, это было исключительно меманс. Вот в этом была вся сложность. То есть как без слова, без пения для артиста, опять же, это были артисты хора, тем более, что это артисты хора, это не профессиональные драматические актеры, как передать то или иное состояние, передать ту или иную эмоцию, рассказать историю, в конце концов. Вот что было сложным. А вторая сложность была все это объединить, да, и сделать из этого, как мы стремились, как бы конфетку, да. Что-то нам удалось, будем работать дальше. Ну что же, вот вы работаете второй сезон в театре. Скажите, пожалуйста, а вот какие вы изначально перед собой задачи ставили и что из реализованного уже удалось уплатить? Ну, во-первых, первый сезон в этом театре получился у меня несколько скомканным, как вы понимаете, да, потому что мы поработали буквально до марта и потом нас как-то скоропостижно закрыли, да. Вот, а второй сезон мы только-только вот начинаем, да. Поэтому говорить о каких-то успехах и о том, что удалось сделать, пока рановато. Вот, все только начинается. Потому что мы готовили ряд программ, это должен был быть большой пасхальный концерт, в котором, да, оперный хор должен был принимать участие. Опять же, концертные программы мы хотели готовить раньше и донести до слушателя еще в конце сезона предыдущего, да. Но нам этого не удалось. Но мы надеемся, что мы это сделаем в новом сезоне. В сентябре открытие. Стоит напомнить, да, еще об этом нашим уважаемым телезрителям. Ну вот, тем не менее, самоизоляция-то пошла на пользу? Может быть, какие-то родились новые интересные проекты? Общались ли и со своими коллегами? Может быть, что-то такое придумали действительно гениальное? Во-первых, я очень боялся, что эта ситуация с таким длительным простоем, она скажется негативно на коллективе. Но, вы знаете, когда я увидел их глаза, когда они пришли на репетицию, я понял, что у нас все получится. Потому что они явно очень соскучились по работе. И вот это рвение, и желание работать, мне кажется, нам пойдет на пользу. Что касается длительного этого ожидания, естественно, нам было чем заняться. Мы думали, мы сопоставляли, мы делали какие-то выводы из того, что удалось сделать до этого, что нам предстоит. Конечно, родились новые программы, и я сейчас не буду раскрывать все карты. Хочу, чтобы были какие-то сюрпризы. Мы обязательно, я думаю, в этом сезоне мы сделаем гораздо больше. И приглашаю всех зрителей наших в театр. Приходите, пожалуйста, к нам чаще, и мы вас будем радовать и радовать за день в день. Кстати, многие ваши коллеги как-то общались со зрителями онлайн, читали стихи, пели песни. Ваши артисты как-то самореализовывались? Мне об этом неизвестно. Как? Наверное, самореализовывались, но без моего участия здесь я не в курсе. Поэтому, смотрите, что еще важно сказать? Вот такой момент. Если говорить о целях, о планах, о моих планах относительно оперного хора. Последние десятилетия вообще в стране, в России, у нас произошел такой довольно большой всплеск, связанный с появлением большого количества хоровых коллективов. Как профессиональных, так и любительских коллективов. Но, правда, в большей степени это коснулось все-таки центральных регионов, да, столичных регионов, я имею в виду. А вот Самарская губерния по-прежнему испытывает недостаток профессиональных хоровых коллективов, да, и любительских тоже. Поэтому основной своей целью мы видим все-таки пропаганду хорового искусства и развитие хорового исполнительства именно в нашем регионе. Причем пропаганду хорового искусства в высшем понимании этого слова, да, именно в жанре академической музыки. Ярким примером, которому служат, ну, я считаю, одни из лучших коллективов нашей страны, такие как Санкт-Петербургская капелла, да, под управлением Владислава Чернушенко, или Московский академический камерный хор под управлением Владимира Минина, или Государственная академическая капелла имени Ерлова. Вот, поэтому все, что мы сейчас делаем в коллективе, а это коллектив сейчас проходит довольно масштабную реорганизацию, и для того, чтобы двигаться к этим целям, да, и решать наши амбициозные задачи, нам нужно перейти на принципиально новый профессиональный уровень. Для этого нам, естественно, нужны соответствующие кадры, поэтому мы сейчас в поиске ярких, творческих, да, нацеленных... То есть можно, да, пользоваться, чем пригласить. Да, 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 нацеленных на развитие людей, да, которые хотят развиваться, хотят учиться, хотят познавать что-то новое, и самое главное, не видят свою жизнь без работы в хоровом коллективе, да, связывают свою жизнь с хором, вот это очень важно. Ну вот вы, наверное, сейчас таким образом и определили ситуацию в хоре театра, да, но все-таки это начало пути или уже какие-то важные этапы пройдены? Что-то мы успели пройти, но все-таки это начало пути, потому что, ну, вы знаете, это длительный процесс. Вот воспитание хорового коллектива от начала и до конца, это, ну, это не один год. Вот, понимаете, то есть сейчас мне удалось указать, ну, скажем, то есть сейчас они понимают, что, да, у нас есть серьезные задачи, да, мы теперь становимся действительно по-настоящему профессиональным коллективом, да, нам предстоят различные концерты, интересные программы, да, мы хотим гастролировать, но самое главное, что мы хотим быть, мы хотим показывать себя на высоком профессиональном уровне, и вот это главное, что мне удалось, мне кажется, до них донести сейчас. Но для этого нужно много работать. Да, разумеется. Вот с этим сложнее. Да, конечно. Ну, вот все-таки, а какое, как вы считаете, какое место вообще хор занимает в театре оперы и балета? В чем его предназначение? И, конечно же, какой он должен быть в идеале? Сейчас или, как я думаю, как хотелось бы? Ну, разумеется, Максим Владимирович. Ну, естественно, хочется, чтобы оперный хор театр был полноценным подразделением, да, и, самое главное, самостоятельным. Для этого нужно быть самостоятельным, потому что все время заполнять некие, в хорошем смысле, какие-то ниши, да, там, будь то опера или какой-то другой, да, спектакль музыкальный, скажем, конечно, мы должны быть самостоятельными. То есть, как только нам это удастся, да, по-настоящему иметь свои собственные программы, своего, в конце концов, собственного слушателя, зрителя, тогда можно говорить, что да, пожалуй, мы заняли нужное место, правильное место в театре, да, тогда нас будут немножко больше уважать, нас будут немножко больше ценить, ну и, наверное, во всем остальном будет какая-то отдача, вот, потому что все-таки, ну, нам нужно в условиях современной экономики научиться зарабатывать тоже. Зарабатывать тоже, совершенно с вами согласна. Вот этот момент, к сожалению, пока мы привыкли, что нам немножко как бы что-то вот должны. Ну, конечно, театр не может быть, существовать без поддержки какой-то бюджетной, да, но это исключительно как бы вот, чтобы удержать театр на плаву. Ну вот даже сейчас, для примера, в скольких спектаклях хор занят? А я вам не смогу так перечислить. В большинстве спектаклей хор занят, конечно, но, несмотря на то, что спектаклей очень много, я считаю, что у хора есть возможность и время вполне себе выступать и чаще. Я так думаю, что у вас все получится, потому что хор в вашем лице вот обрел, мне кажется, такого лидера, который будет вести свою команду только вперед и исключительно успеху. Ну, ваши слова только богу в уши. А так и будет обязательно. Вот давайте все-таки поговорим о коллективе, еще и об артистах театра. Вот бытует мнение, что в хор все-таки идут люди, которым не хватило вокальных данных, чтобы стать солистами, но в то же время они не могут жить без музыки. Вот насколько это справедливо, как вы считаете? И да, и нет. Ну, во-первых, чтобы петь в хоре, конечно, нужно иметь навыки. Да. Навыки, вокальные навыки обязательно. Да. Бытует такое мнение, что хор, в общем, состоит в какой-то степени из, ну, так скажем, из неудачников, да. То есть в каком смысле? Ну, не сложилась карьера пианиста, не сложилась карьера вокалиста, солиста, да. И люди идут. Вот сложилась карьера дирижера, кстати. Хорового дирижера, например. Вот так тоже бывает, да? Да. Дирижеры-хоровики в основном, они заполняют вот эту нишу артистов хора. Но они должны иметь инструмент, они должны иметь голос. Вот. Вот вы абсолютно правы. Некоторые об этом забывают. Вот они думают, что если у меня есть музыкальное образование, значит, я могу петь в хоре. Нет, не совсем. Все-таки базовая постановка голоса должна быть. Естественно, должно быть музыкальное образование. Желательно, чтобы это было среднее специальное образование, потому что порой часто музыкальной школы недостаточно. Дело в том, что музыкальное училище воспитывает в человеке все-таки умение правильно выстроить взаимосвязь между голосом, слухом, в конце концов, между головой, потому что думать тоже нужно. Поэтому профессия довольно сложная. И найти подходящих кандидатов в хор не так-то просто. А кроме всего прочего, нужно еще большое желание. Ведь это на самом деле очень тяжелая и изнурительная работа. Ежедневно, изо дня в день, по три-по четыре часа мы репетируем, мы тренируемся, мы повторяем. Объем материала очень большой, а работа в театре имеет свою специфику. Это же репертуар, а это же нужно все оперы выучить наизусть. А это оперы на разных языках, это итальянские, французские, немецкие языки. Подобрались к самому интересному. Да, поэтому смотрите, ну например, чтобы артист по-настоящему стал репертуарным, для этого должно пройти несколько лет. Минимум пять лет. Три-пять лет, скажем. Пока, это я говорю опять же про людей, у которых хорошая память, которые обладают хорошими навыками, которые могут самостоятельно изучать нотный материал в том числе. Три-пять лет. И тогда только человек может ввестись, допустим, в большинство опер нашего театра. Представляете? Ну, наверное, вы этими критериями в том числе руководствуетесь, когда принимаете пополнение. Конечно. Сейчас время такое. Если раньше, например, на постановку оперы уходило, скажем, год, полтора, два года. Сейчас мы в течение года выпускаем несколько спектаклей. А параллельно еще идет текущий репертуар, который тоже нужно осваивать. А еще нужно готовить параллельно концертные программы, которые тоже нужно быстро учить. Для этого нужно иметь профессиональные навыки. Чтение с листа, владение, минимальное владение инструментом. Вы сказали, что коллектив сейчас будет некую перестановку, что ли, получит. В том числе будут новые люди? Да, мы очень надеемся. Мы объявляем прослушивание в хор театра. Прослушивание будет 21, 22, 23 августа. Заявки мы принимаем до 10 августа. Еще раз повторяюсь, мы ждем людей с хорошим образованием, людей, которые не представляют свою жизнь без хора, людей, которые хотят развиваться, хотят учиться. Мы готовы их повести за собой и готовы пообещать им довольно интересную, яркую, творческую работу. Ну что же, и в конце нашей программы я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели сейчас сказать зрителям театра? Мне надо куда-то посмотреть? Нет? Нет. Самое важное, пожалуй, во-первых, чаще приходите к нам в театр. И я очень хочу вас попросить, если вы идете в театр, пожалуйста, немножко готовьтесь к встрече с композитором, встрече с оперой, встрече с очередным либретто. Особенно, если это касается опер. Потому что когда мы приходим на балет или симфонический какой-то концерт, мы, в общем, больше слушаем в целом музыку, в целом. Или балет мы смотрим пластику, и, в общем, порой нам этого бывает достаточно. А вот в опере нужно знать о чем, нужно знать зачем, нужно знать, кто с кем конфликтует, кто кого любит, ради чего... А это ли не задача режиссера? Задача режиссера, конечно. Но ведь ты должен быть готов к тому, что тебе предложит режиссер. Ведь либретто – это всего лишь некая история, да, изложенная вот как бы. Но режиссер, он эту историю может немножко, да, предложить каким-то другим, с другой стороны, другой взгляд. Но для того, чтобы это понять и в этом как-то разобраться, нужно быть готовым. Вот, пожалуй, такое пожелание. Еще раз говорю, чаще приходите к нам в театр, мы вам всегда рады. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну, а театр, опера и балета ждет именно вас. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!